они закрыты сегодня всем привет наступающими майскими праздниками всех вот у нас сегодня видео как видно на горизонте точнее перед фасадом дома цветет сакура ты хоть заметила что мы едем гости к нашим друзьям все начинаются как обычно крики дикие да главный крикун что ты хочешь зачем еще даже машину не завела ты уже начинаешь мне команды давать я напускаю я несу ну давай а мне снизу это из-за того что я вот тебе огню серебра так Люба ты пристегнулась нет потому что тут крушно ну что тут солнце накрело хорошо ну попробуем без навигатора даем не заблудимся как вы думаете до Бризона дорогу найдем едем в Бризон Марк что что все что было на навигаторе ну давайте говорите куда сейчас направо налево хорошо туда это куда туда 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 Люба где правая рука где левая так где у тебя сердце справа или слева справа 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 ой лево странно у всех слева у тебя справа слева налево повернули налево не направо так вот так что мы Завелась наша машина на газу, справа от нас находятся дачи, позавчера мы возвращались вечером с магазина, тут уже за забором были костры, шашлыки, машлыки, пьяные люди, веселились майским. Видно, у них тут на майские открытия сезона, как у многих любителей дач. Да, Люба? Мы на майские все время на дачах были. Говори. Короче, а ты можешь у меня поговорить за них? Дать телефон, я сниму на свой канал, если украинка будет. Что есть? А ты можешь мне дать свой телефон, перезамарки, чтобы я могла на свой канал снимать видео, под названием «Лесе украинка». Чтобы ты могла что? Снять видео. А, снять видео. Да, что я могу дать? Конечно, могу дать. Да. У меня же два телефона. Один так могу точно дать, второй не знаю, может, будет нужен. Я, когда был первое время в Польше, в 2019-2020 году, там, как бы, жил и работал. Ну, там, все время пытался на дороге высмотреть какие-то наши машины. Газельки, Жигули, по привычке. А их там нет. Их там нету сплошные Мерседесы, Форды. Тут уже как-то эта мания высматривать знакомые машины пропала. Нету тут, короче, Газели. Это точно. На Газельках тут никто не ездит. Все машины подобного класса Мерседесы. Мерседесовы, грузовички, наверное. Да, куда мы сможем, может, пойти на отдых, там, подрезать, палатку, поездить, пойти куда-то, чтобы вы не пестали, там, как и, конечно, как и. Когда вы слушаться меня начнете, вы меня не очень слушаетесь. С непослушными детьми куда-то далеко ехать не сильно приятно. У вас не допросишься одеться, расчесаться. А куда-то ехать, это надо очень много дел выполнить. Тех, что я скажу. Поэтому это нереально. То, что нужно выполнить за два часа и куда-то уехать, вы будете делать два дня. Как мы на каникулах собирались съездить на море. И за шесть недель каникул мы ни разу туда не съездили. Хотя каждый день могли. Вы просто не хотели меня слушаться, не хотели делать ничего, чтобы мы могли. Когда я прошу дома навести порядок, это значит, что мне некогда этим заниматься. Оттого я вас прошу. Значит, мне нужно что-то другое в это время делать. Я же не могу за четверых все успевать. И так, чтобы мне не побывал никто. Это невозможно. Я поняту, что мамочку побил? Поняту? Ну, конечно, знаю. Потому что ты за ней скучаешь. Только она, видишь, что тебя не хочет к себе как-то звать. Ну, хочет. Ну, хочет. Только я об этом ничего не знаю. Тебе говорит одно, а мне другое. Так, смотрите указатель на Франкфурт. Сейчас должна быть развилка, выезд на автобан. Направо будет на Берлин, на Берлин, на Берлин. А налево будет на Франкфурт. Иначе приедем в Бесков или в Берлин. Но все машины свернули. Те, что за нами ехали, в Берлин поехали, а мы сюда поедем. В сторону Франкфурта. Да? Папа, а Франкфурт это Безенбанг? Франкфурт это последний город перед Польшей. После которого мостик и через мостик слубится. Да. Ну, Франкфурт, куда мы ездили много раз поездом. А потом с поезда выходили и дальше уже автобусами. Там где мост мы переходили. Хорошо на автобане. В воскресенье нету сумасшедшего потока. Что там Саша за выншел опять летал? Не на ту дорогу поехали, Саша? Тебе скучно? Ему говорит душно. Душно? Да. Ну на трассе нельзя окно открывать. Будет сейчас сильно дурно. Мы же разгоняемся. 110 уже едет. Сильно мы нашу машину не гоняем. 110. Это ее крейсерская. Как-то ж я еще хочу на ней в Украину вернуться. Или чтобы кто-то вместо меня на ней вернулся. В общем, чтобы машина доехала. не добивая. Тем более, автобан. Тут на автобане нельзя ломаться. Если на автобане сломаться, то эвакуация с автобаном может обойтись от дороже стоимости машинок. Вот. Горцапедисты, смотрите. берлинские. На берлинских номерах. обкатка мотоциклов наверно новые, потому что быстро они едут. такие мотоциклы такие мотоциклы умеют намного быстрее ездить. Когда мотоциклы новые, когда моторы новые, то какое-то время на них нужно проехать не сильно быстро, чтобы там все в моторе попритиралось хорошенечко. Называется этот период обкатка двигателя. Или когда двигатель после капитального ремонта, когда там много новых деталей. Тогда тоже нужна обкатка. Потому что мотор, когда там все новое, он сильнее как бы обычного трется. А из-за того, что трется, там одна железка обкруглую, он сильнее греется. То есть и когда ты едешь на нем как бы быстро, он нагревается сильнее. И просто можно его перегреть. От нагрева все детали металлические расширяются в размерах, увеличиваются в размерах любое тело когда нагревается. просто может что-то заклинит там. То есть тереться, тереться, а потом остановиться. И тогда мотору хана. вот вот на этой парковке мы с Игорем долго-долго зависали. А мы уже скоро приедем здесь. Тут быстро ехать, еще пять минут буквально. вот тут во времена ковида мы, наверное, полдня пытались машину найти, на которой могли бы до Польши рукой подать. И с нами никто не хотел вообще разговаривать. ковид, не то, что чужих людей незнакомо в машину посадить свою. Вообще как бы разговаривать люди боялись. я договорился с одним паном, который регулярно ездит сюда за машинами из Польши. Он как бы возвращался назад с машиной и вез на лафете. И он нас двоих в кабину взял. У него было два места свободы. Да, вот это похожий мостик, что возле Марселя, с которого мы свешивали фланг. Следующий мостик уже будет поворот на Бриз. Отсюда видно должно быть хозяйство Марселя. Мы видим вот этот же кусок дороги, когда благородие гуляет. Вот же речка, от которого в огороде течет. Бризе тысяча метров мы приехали. 500 метров до поворота. Поворот. сразу 30 метров. Видите? И сразу 30 метров. На солнце? Что на солнце? Реакция, чихаешь ты Не знаю, если на солнце светит Вот мы почти в Бризоне родном Стало нам родным Я бы сюда назад повернулся жить Если бы тут нашлось какое-то жилье Я бы тоже отдал В Арсенвальде Цивилизация цивилизацией Но Когда цивилизаций много То напряжно Ага, и много там болеем За цивилизацией? Тут в селе спокойнее намного Ага, там мы не болеем Там нормально, массивное, да? Ну ничего, мы еще не теряем надежды Тут найти жилье Это задача для всех местных друзей Если кто-то что-то узнает Нам сообщат Как дача Ну почему как дача? Если будет жилье Так оно будет уже не как дача Мы тут будем жить Снова будете тут ходить в школу А как же та школа, к которой я уже учусь В ту школу В ту школу вам будет отсюда далеко ездить Школа должна быть возле дома Пятьдесят Лишь у них тут стандарт Поворот на лесопил Я не ехал Вроде быстро доехали, да? По автобану быстро ехать Ага Я не знаю, кто это Люба Да Но имя красивое Ну это со школы еще Я хотел отжаловаться Дорогу засрали Да Я перестала А то это топает Ок Точно не знакомые Точно не знакомые Незнакомые 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 А эти знакомые лица Где-то наши Пол года мы тут прожили Со многими Успели Познакомиться Подружиться Даже С кем-то Вон Смотрите сколько Выкинули все В мебели целая куча Вон Вон холодильник стоит Отличный Может его еще даже не успели разобрать Вон 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 Тут все Со всеми здороваются Не то что в Ферсенвальде Ага, походят мимо Как во всех городах С незнакомыми людьми Нездороваются А тут Знаешь не знаешь Все тебе кивают Ага Это приятно Ага А там Ферсенвальдом все проучают Смотрите Самое прекрасное время Кода на деревьях Первые листики только Ага У тебя в школе поздоровался Учителям не знакомым А он мне даже ничего не ответил У Ферсенвальда Когда я с тобой Ну, там там все отвечали, знакомые даже учреждения. У меня фестиваль, где только... Истинно, по всему миру, где. Это Алиса. Пап, теперь ты понимал, кто такая Алиса? Я даже не понимал. Понимаю, понимаю. Смотри, какие тут машины приезжают. Пап, кстати, она старше меня на один год. У нее были родители. На несколько месяцев, Леся. На четыре месяца. Даже на три с половиной. Я ей восемь лет. А мы семь лет. И команда. Но мы все равно с ней другим. Приехали. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И будет всем нам счастье. Слава Украине. И не забывайте про колокольчик. Про колокольчик не забывайте.